А теперь подпишись на наш канал 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 Две огромные армии собрались возле нашего маленького городка Ферман Который еле-еле сводит концы с концами Ой, господи, что мне делать теперь, а? Давайте, переобучайтесь Да Патова ситуация Здесь у нас сидит Правитель Македонии И еще какой-то чел Ага, да Тут у нас что? Тут у нас все пока спокойно Там Евса Порядок лучше Деньги пока нам нужны Не будем их тратить Лучше их инвестировать во что-то доходное Или полезное Городские казармы Стрельбище Давайте стрельбище сделаем В Фессалоника В столице нашего Маленького государства С каждым ходом Оно становится все меньше Меньше и меньше С севера, получается, нас атакуют Как их там зовут-то забыл Не помню, как их зовут С запада Брут А с юга Наш Бывший союзник Грек Братский нам народ Предатели Так Троих мы потеряли Два сына правителя погибло И один внук правителя погиб Средний сын у нас Наследник Единственный сын Он и наследник Наследник престола А с вами что делать? Они жесткие ребята У них Римская ворота Один человек Так Даже не знаю, ребята Надо было их атаковать раньше Пока не было подкрепления Вы посмотрите Больше 1300 человек Против 678 Нет, мы не справимся Нам нужно подкрепление Они не дойдут Тут еще на перехвате Греки Даже если мы всех Вытащим Да Жесткая битва Ладно Помирать Так с честью Попробуем, ребята Я не знаю Это будет Эпичная битва Мирное время Сыновья хоронят своих отцов На войне Отцы хоронят своих сыновей Геродот Ой У меня все время Война У меня и сыновья Хоронят своих отцов И отцы И сыновей Ооо У меня еще и забор Обычный деревянный забор Все нормально Извиняюсь Вот основная армия С какой стороны Подойдет подкрепление Я без понятия Ой-ой-ой-ой Собаки Боевые псы Целых три армии Всадники Римский генерал Тяжелая конница Это кто такие? Гастаты Да уж, да уж Гастаты, каплиты Единственная тактика Как-то его окружить Сейчас я попробую Сгруппировать Как-то конницу Так, пять здесь отрядов получилось Здесь Каплиты Этот один отряд Можно отправить Охранять площадь У него больше Никакой пользы И не будет Да уж, ребята Вот это жестко, конечно Надо было их атаковать сразу Когда они взяли в осаду Наш город Видите, я не знал Что у него на подкреплении Будут еще вольт Так В одну группу Становитесь вот здесь А вы Встаньте на площадь тоже Восемь человек Что это за Армия Режим оборона Включен Да Да Я, конечно, все-таки До сих пор в шоке нахожусь Как мы будем отбивать это поселение Против нас огромное количество воинов Очень хорошо вооруженных Убийц Это же Италия Очень-очень жесткий Очень Встокий Враги Привели на поле боя Подкрепление Так, с какой стороны Подкрепление Счетной надежде Спастись С левой стороны Да Если считать Север Основные силы врага Куда мы изначально смотрели То получается Запада Подкрепление Да, вот Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой У него и кавалерия И все, что надо И лучники И боевые псы Все у них в порядке Единственное Нам надо как-то с ними справиться Так, у них таранов Ничего такого нету В город они не войдут Это Плюс Будем искать плюсы Так Кавалерия Давайте их сюда подтянем Попробуем разбить Сначала самую большую армию Его подкрепление Вот это срано А Собственно Теми мы займемся чуть позже Если, конечно, они на нас не пойдут Я специально отвел войска чуть дальше Если они пойдут Чтобы они шли И вдоль забора И обстреливали Мы успеем от них Как бы Увиливать Уходить от Стычки А с этими мы будем разбираться здесь Вот этой самой кавалерии Я не знаю, насколько хороша эта кавалерия Насколько хороша моя тактика Но Опыт показывает, что можно зажимать Хотя бы двумя отрядами Другой любой отряд И Выходить из этой стычки победителя Проверим это На Практике Непосредственно На вот этой Практике На этой битве Самое Что не на есть Нужна Проверка будет Так Правитель Где он у нас? Здесь Хорошо У меня легкая кавалерия И тяжелая только у Этих Военачальников Что мне делать с его армией? Я не знаю, ребята Это просто жесть Вы посмотрите, сколько у него людей У нас даже тысячи не наберется Все какие-то раненые, инвалиды Полуживые, полумертвые Но Все прям вот Армии С нуля Даже Они еще Даже пороха не нюхали Что в это время Можно было нюхать Я не знаю Пыли не глотали Крови не Не ощущали на своем лице Кота Незакаленные в битве Ничего Просто обучали Набрали Завербовали И отправили К нам в грец Ну что Отправим их Измученные Искалеченные Изрубленные Мертвые тела Назад Попробуем Пусть итальянцы знают Что сюда суваться нельзя Здесь жесткие ребята И мы знаем Как Как отстаивать свою землю Это отечественная война Даже так Ребята Это отечественная война Ну действительно Это наша земля Они приперлись сюда Мы защищаемся Великое отечественное Другие времена При других обстоятельствах Так Теперь вопрос Как мне с ними разобраться Мне надо как-то их приманить Чтобы они не стояли тупо А пошли на меня Потом мне надо отойти И потихоньку Выискивать такие отряды Отделившиеся И разбивать Ну я думаю Это будет сложно сделать Если вообще возможно Так, так, так Вот он зашевелился Хорошо Видите Он сразу всех направляет Я так не могу Хотя Кунница она быстро Видите И побежала Можно ее зажать В принципе Так Отходите по себе Там на подхвате Еще одна Кунница 54 человека И офигею У меня Нет У меня все таки есть Все четыре Раз Два Четыре Пять Отрядов Вот Например Те пять человек Вообще жесткие Македонская конница Я их все Никак не могу Переобучить Они по-моему Тяжелая кавалерия Серебряные галочки Я их не могу Переобучить Потому что У меня нету Еще Таких конюшен Где я их могу Создавать Вербовать Поэтому И переобучение Невозможно Они вот Как Со Со Старта Игры Мне дали Македонских Эту Македонскую Конницу Так Она У меня Их стоит Пять Человек Осталось Был Еще один Отряд Но Его Разбили И Он Бежал Я Не Помню Если Честно Так Потихоньку Потихоньку План работает Вы видите Эти Выдвигаются Те куда-то В непонятное место Идут В принципе Мы сейчас Можем их зажать Зажать И навалять им Известно Чего Тактика Аннол Блицкриг Сейчас будет Работать Без регистрации И смс Мы надаем Давайте Ребята Словы Смотри Отходит Отходит Падла Итальянцы Чуть Поумнее Чем Эти א SYSTEMY Греки Так Я имею ввиду Греческие Города Который Спартанцы Отходим Отходим Айяяяяяяяяяй Сейчас Зажмет Так, у меня потери пошли, хорошо, все, все в бой, все в бой, быстрее, быстрее, лишь бы не побежали, дуди, дуди, чувак, только не бегите, 30 человек, было 54, хорошо, давайте добивайте их, чтобы они не вернулись вообще никогда, даже в Италию, только видит трупов, все, назад, 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 хорошо, они уже не вернутся. Ох, ну нифига себе, 24 человека уже мы потеряли, такими темпами они нас разобьют, я не знаю, ребята, что делать, это только одна армия, это был только один отряд от подкрепления, а у него еще стоят там, на севере от нашего города, еще кучка, там еще и собаки есть, а с собаками я не знаю, как бороться, только убегать куда-то, я не представляю вообще, как с ними, я помню, я что-то думал, что мои, в какой-то из битв, я думал, что мои воины по умолчанию будут убивать собак, они просто стояли, и собаки их грызли, и я так потерял военачальника своего, по-моему, старшего сына нашего правителя, когда он мстил за своего сына, то есть за внука, получается, при той битве, где два моих отец и сын погибли, вот там этот отец и погиб от псов, а я думал, они по умолчанию их будут как бы убивать, защищаться как-то, но нет, они стояли тупо, а их собаки жрали, а здесь целых три отряда боевых псов, так что я не знаю, как делать. И вы должны понимать, что они очень быстрые, они даже кавалерию догоняют, у нас проблем, конечно, они чуть-чуть уступают по скорости кавалерии, но все же догоняют, успевают, и неплохо так давят. Так, еще один отряд, я не паузу нажал, конечно, я постараюсь больше этого не делать, но я хочу немножко выставить их так, как я хочу выставить. Небольшое читерство такое, ну вы понимаете, в такой ситуации мне позволено, вы посмотрите, сколько врагов. Хорошо, назад подходим. Обещаю, больше такого не повторится, постараюсь. Ну, с этим отрядом мы быстро разобрались, даже особых потерь не понесли. Ой-ой-ой, еще, еще сколько людей, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять отрядов, да? Еще раз перечитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да, десять отрядов у него здесь. У него восемь. И один отряд у меня уже все. Кончился. И какой отряд у меня так кончился, я не понял. Вроде у меня самый малочисленный был вот этот, из пяти македонских всадников, и вот остальные вроде были нормальные, но что-то я не вижу. Походу их пришить. Это плохо. Давайте их еще подманивать потихонечку, потихонечку, по-моему, подманивать, манить свои македонские привлекательные сети и давить. Вот это сейчас плохо. Идет пехота впереди, а сзади прикрывают его кавалериями. Или кто это? Кастаты, легкая пехота. Но они, по-моему, как застречки. Рьянные рвутся прям в бой, вы посмотрите. Давайте давите их всех полностью. Ой-ой-ой, какие потери у меня идут. Вот так, все, раздавили. Просто смяли их в комок. Хорошо. Назад. Назад, ребята. Они еще и устать могут. А если они устают, у них боевой дух резко падает. Ну и производительность, как бы в битве тоже. Воевая активность падает. Еще гастаты бегут на нас, и еще кавалерия бежит. Это плохо. Так. Я говорил, что я так больше делать не буду, но мне сейчас надо. Мне сейчас не надо. Назад, быстро отходите. Назад. Ребята, быстрее, быстрее. Ладно, бейте. Так, а вы их бейте. Хорошо, я думаю, справимся. Так, все, кавалерия побежала у них. Гастатов сейчас зажмем быстро. Ну, от пехоты в кавалерии, конечно. Подудим чуть-чуть. Так, назад, назад. Все-таки не добили кавалерию. Видите, плохо, плохо. Четыре отряда мало. Чтобы полностью их разбить и добить до конца. Так, нас обстреливают. Это кто? Гастаты. Да, я же говорил, что они как застрельщики. Они только как пехоты. Они стреляют, а потом бегут в атаку. Теперь те кавалеристы вернутся в бой. Да, они уже вернулись. Видите, мы их не добили, потеряли своих, а они еще не вернулись. Так делать мне не надо. Вернее, для меня это плохо. Так, ребята, давайте. Теперь ваша очередь. Бейте гастатов. Так, вы тоже бейте. Давите их полностью. Я хочу, чтобы вы их ломали. Вы сможете их ломать? Я вас прошу. Ломайте полностью. Вот так. Мы их везде найдем. О, вот кто в нас стрелял. Они стреляют сейчас. Только разберитесь с этими римскими лучниками. Быстро, быстро. Гоните их с саными тряпками отсюда. Это отечественная война. Куда пришел? Это тебе не Багдад. Или нет? Это Багдад. Тебе не Югославия, а не Австралия. Джордж. Твои воины здесь погибнут. Ты куда пришел мне? Давай лучше вместе долбанем. Подбелись. Так, назад. Потихоньку его армию уже раздербанили на кусочки. Видите? Одни отвлеклись на эту группу конниц, другие на другую группу. Теперь мне их как-то надо добивать. Блин, у меня же там еще одна армия. Ёлки-палки. Не думаю, что мои конники справятся с ними. У них там несколько отрядов кавалерии и боевые псы эти сранные. Ну, куда я смотрю? Мне бы еще с этими разобраться. Маша, Ирияна, изнуренные, устали, ребята. Надо их чуть-чуть отдохнуть. Отряды. Отряды. Суперконом, Маша, идите. Вот они. Вернулись вот эти вот 22 всадника. Их мы не добили. Блин, что делать? Отходите. Я думаю, этих отправим на тот пеший отряд, а вот этих на коник. Пробу. Или наоборот. Что эти ближе находятся, и они более-менее не такие истощенные. Но, видите, опять не зажал я их в тиски, и они побежали. По-быстрому. Они вернутся, я уверяю вас. Симс-4, я офигею, блин. Все, в атаку, бейте их. Таковы чувства. Отстроимся. Староцкий. Вот, видите, вернулись. Вернулись уроды. Пусть на обычном марше возвращаются, но они очень устали. Так. Изнуренные. Изнуренные, обессилевшие. Этот отряд более-менее. Пусть им надают. 15 человек против 24-х. Тяжелый конец. Я думаю, они справятся. Если не справятся, мы их здесь дожмем. Дожмем. Видите, они уже побежали. Так, давайте быстро догоняйте, догоняйте, разбейте их. А, не успевает. Ладно. Все, все. Успокойтесь. Он еще вернется. Если не вернется, то хорошо. Если вернется, надоем его пошагить. Все-таки третий раз уже убегает. Я думаю, пусть уже с концами убежит. Так, основная армия северная стоит в углу. Там что-то ждет. Не предпринимает никаких действий. Не идет на помощь своему союзнику. Это хорошо. Это очень хорошо. Здесь еще мы не убили главного военачальника. Но зато уничтожили полармии его. Если не больше. Так, отходите, ребята. Отходите быстрей. О, твою мать. Ладно, бейте. Из одного отряда. Потому что он тупит. Да зажимайте. Какие потери мы несем, однако. Так, македонская конница. Четыре человека. Одного потеряли. Печально. Как бы мне отряд не потерять. Я все-таки хочу переобучить. Тогда у меня будет там 40 или 50 македонской конницы. С серебряными галочками. Ой-ой-ой. Так, ускоренный марш. Ускоренный марш. Генерал выступил на нас. Все, он напал. Хорошо. В атаку. В атаку. Бейте его. Гоните его. Насмехайтесь над ним. Дудив в слоу. Хорошо. Отлично. Все, давайте вот эти. И вы тоже на них. Они так устали, что пешком они. Все, все. Эту армию мы разбили, ребята. Я сам не верю, но мы... Кончили. И они обратились в бегство. Посмотрите по карте. Маленькие кусочки трупов разбросаны. Если мы эту самую огромную армию его разбили, то я думаю мы справимся и с этой. Я надеюсь, но и... Не сегодня мы покроем себя славой. Как принято у спартанцев. Смерть. Высшая слава, которую может приобрести спартанец. А вот и этот зашевелился. Такой понял, что ой-ой-ой. Наваляли нашему союзнику. Как так? Он с холма здесь сидел и смотрел за этой битвой. И понял, что они просрали. Теперь собирается что-то делать. Но не знает, что ему делать. Жесткие ребята у него. И он так просто не будет идти на нас, я так полагаю. И дробить свои силы. Собаку спустит, это да. Собаку спустит. С собаками мои холмики не справят. Так, на холмик. Ну проверим, проверим. Проверим на прочность его нервишки. Сможет ли он не поддаться на нашу провокацию. 37 человек, давайте. До встречи у него есть. Ну-ка. Так, я тут нападенными. Нападенными. Ну давай. Смотри, сыпустои. Ничего не делай, падла. Ну давай же. Ты же хочешь напасть. Ну. Давай. Ну давай. Я здесь. Ах ты тварь. Ой-ой-ой. Десять человек сразу положил. Хорошо вернулись. Так, больше я так делать не буду. Хорошо я македонскую конницу не отправил. Три человека там осталось. Они вообще их всех положили. Да. Ну да. Попробуем. Так, здесь. Давайте попробуем вот так. Нет, не хочет идти. Хорошо. Отправим. Отправим наших каплитов. Как называют, каплиты ополченцев. Кто не без дела стоят. И ничего не делают. Так, секундочку. Продолжаем. Так, давайте еще поближе сюда их. Продвинем наши войска. Гаплитов. Не хочет идти. Я его уже и так, и так провоцирую на битву, а он не идет. Только еще ближе. Блин, я даже не знаю. Три отряда боевых псов. Два отряда кавалерии. Тяжелая конница. Это легкая конница. И четыре отряда гастатов. Которые стреляют еще. Давайте сюда вдоль забора встаньте, чтобы с тылок он никто не подошел этих всадников. А этот фланг отправил. Пусть пока отдыхает. Здесь не лужет их. Так, я не знаю. А как его спровоцировать? Как его теперь бить? Ну, вот это, наверное, реально гг. А, вот. Вот, как тебе надо. И тебе не нравится, когда сзади заходят. Хорошо. Так, пауза. Ну что ты? Все бейте. Я думаю, они там разберутся. Ой-ой-ой. Пошла жара. А вот и собаки побежали. Видите? И нехило так у нас отряд. Все. Восемь. Шесть человек. Пять. Ой, вот это все. Неконтролируемая реакция. Что-то нашу кавалерию там жестко выносит. Уходите, ребята. Вы что наделали? Ой, дебилы. Ой, дебилы. Уходите отсюда. Так, вы, вы что стоите? Ну, помогайте же своим братьям. Так, с тыла обойдите. Бейте их. Обсмехайтесь над ними. Собаки бегут на нас. А теперь город. Так, где, где? Все, разобрались. Молодцы. Что это, боевые псы? Без псов. Разбитие. Так, этих прогнали. Хорошо, становитесь вот здесь. Ой-ой-ой, нас собаки там выносят. Блин. Что с этими собаками? Сранно. Так, ну-ка, назад. А вот теперь вперед. Бейте этих гадстатов. Отлично. Так, вы что? Че там? Ну, батаре. Сволочь. Достал со своими собаками. Я, конечно, люблю собак. По-моему, Мику. Это и так понятно. Когда посылают собаку, чтобы разбивать мою конницу, это не есть хорошо. Посмотрите, сколько этих собак. Бежит за нашим правителем. 19 человек у нас осталось во второй группе. В первой группе кавалерии. В общем. Так, давайте. Бегайте. Выдавите генерала. Пусть немного чего-то делать. Посмотрите, сколько собак. Ну-ка, давайте, разберитесь с ними. Ай, хер с вами. Не можете разобраться с чертовыми собаками. Не можете их перебить, что ли? Ну-ка, давайте, подудить чуть-чуть. Видите, они куда-то убегают. Я им говорю, бить боевых псов, они бегут бить владельцев этих псов. Как бы хозяев, которые уже убежали с поля боя и вон туда, куда-то бегут. А с самих собак они не бьют. Понимаете? Победа. Сердца врагов. Я, пожалуй, завершу. Я потому что с этими собаками не могу разобраться. Надо, кстати, придумать какой-то... Какой-то способ, как с ними бороться. Потому что это просто нереально. Они убивают всех. Но мы выиграли эту битву, ребята. Мы отстояли город Фермон. Это было жестко, это было сложно. Но мы это сделали. Фу. Мы, наверное, минут 30 с ними бились, если честно. Если вы все это время были с нами, то спасибо вам. Большое спасибо. Одна серия из одной большой битвы. Чуть-чуть позанимаемся государственными делами и, думаю, закончим на этом серию. 274 золота. Торговые привилегии. Британия. Отличный. А ты не хочешь показать карту? Не хочет. А если я тебе покажу? Одними пустыми словами. Хорошо. Я запомню. И веселая музычка пошла. Ручной насос. Мор в Македонии. Страшно мор в Македонии. Устройка завершена. Сообщение о наборе. Так. Ну что за беды, а, к нам идут? Я не понимаю. Ну, беда не приходит одна, но... Почему я? Какой нахрен мор? И что мне надо строить против Мора? Я не знаю. Что улучшает общественные... Не порядок, а этот... Санитари. Ну, а, блин. Ну, ладно. Вот такая вот у нас была серия, дорогие подписчики. Если вы не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь. В следующих сериях мы будем бороться с Мором в нашем государстве. Продолжать играть. Продолжать защищаться. Может, захватим какой-то другой город, я не знаю. Посмотрим, посмотрим. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки. И увидимся в новых сериях прохождения этой замечательной игры. Может, Коринф захватим, не знаю. Но все, дорогие друзья. На этом точно все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok